Продолжение следует... Так как не у всех пользователей есть деньги на более продвинутые устройства, поэтому интересно, что может предложить именно такой планшет за такую небольшую сумму, чем он примечателен, чем он хорош, а чем нет. Рассмотрим его поближе. На лицевой стороне устройства разместился 7-дюймовый TXT-экран с разрешением 800 на 480 точек, что откровенно мало на сегодняшний день даже в бюджетном сегменте, но для столь ультрабюджетного варианта вполне приемлем мы и ожидаемо, в принципе. Дисплей лишен от ляковного покрытия, поэтому скользит он плохо достаточно, приходится его постоянно терять, оно заляпывается после покрытия экрана, и это не очень приятно на самом деле. Ну, что взять с бюджетного устройства с другой стороны, другого не ожидаешь. Над экраном у нас разместилась 0,3-мегапиксельная камера, больше здесь ничего и нет над экраном. Естественно, качество картинки далеко от идеального, углы обзора самые, что ни на есть, ни лучше, картинка выцветает, инвертирует цвета. Ну, опять же, цена обязывает, и именно все эти проблемы с экраном накроются в бюджетности устройства. Все управляющие элементы, интерфейсные разъемы, разметились на правой стороне устройства, если держать его горизонтально. Остальных ничего нет. Здесь у нас клавиши регулировки громкости, microUSB, порт, порт под наушники 3-5 мм, и клавиши питания. Если повернуть устройство вот так, перед нами пристает слот под microSD-карточку, ну и обозначение всех остальных портов. Также кнопка Reset, для перезагрузки в экстренных случаях. На задней стороне тоже больше ничего нету, кроме динамика. Материал софт-тачевый, очень приятный, мягкий, краска за время использования не облезла. В принципе, здесь все держится добротно и качественно, даже для такого недорого устройства. Вообще аппарат собран очень неплохо, но у нашего тестового образца появилась такая небольшая щель, в которой можно продеть ноготь сверху. Сейчас мне не получится это сделать, но вообще вот такой момент есть, и он может даже будет встречаться в других образцах. У нас есть еще один образец планшета здесь, и тут такой проблемы уже нет. То есть здесь все вставит в лучшем виде, со всех сторон, то есть ничего такого тут нет, не обнаружено. В общем, если вы собираетесь покупать это устройство, смотрите в магазине, обязательно смотрите, как он собран. И если все вас устраивает, то переходите дальше. Планшет работает под управлением Android 4.1.1, последняя версия прошивки за номером 1.09. Особо каких-то серьезных улучшений со стороны престижа здесь нет на выведении дополнений, но можно отметить некоторые вещи, например, систему коррозанта акселерометра, или адаптация экрана под разрешение некоторых приложений. Режим экрана выбирается центр, например, то есть центрируется. И, пожалуй, это все, что из дополнений именно к планшету, в плане программного обеспечения. Памяти доступно у нас 239 из 4 по умолчанию. Оперативной памяти у нас доступно по умолчанию, сейчас скажу. Вот так-то выглядит, порядка 150-160 мегабайт после старта устройства, после включения доступно. Не обошлось, конечно, без установленного софта. Первым делом стоит отметить E-Reader Prestigio, читалка и фирменный интернет-магазин книжек. Имеет огромную библиотеку, там более 600 тысяч книг на 22 языках. Поддерживает форматы EPUB, PDF, DOC, FB2, RTF, TXT. В общем, всех специальные форматы можно смотреть, искать, читать. Сама программа сортирует по коллекциям, авторам, названиям, категориям. В магазине есть как бесплатные книги, так и платные. В общем, в плане читалки очень неплохой такой вариант. Получаете планшет, получаете библиотеку и спокойно читаете. Был бы экран чуть получше, было бы еще лучше, конечно. Но какой есть. Далее. Также стоит отметить установщик Prestigio. Это фирменный такой, не знаю, как сказать, даже не сервис, а набор приложений. Для определенного региона он свой. После первого включения устройства, до общего сброса, предлагает установить самые популярные программы игры, типа Angry Birds, Cut the Rock, например, Instagram и так далее, Twitter. Сейчас, после сброса данных, у него показывается только одно приложение, Go Enterprise. Это предназначенное оно для хранения и обмена документами защищенным каналом и так далее. В общем, по нелепой такой случайности, но на этом планшете не работает. В общем, не знаю почему. Оно загружено, установлено. Мы его запускаем, активируем пробную лицензию и в итоге не находим его в Google Play. На это устройство не поддерживается. Такое досадное упущение. Но я думаю, вряд ли покупатель этого планшета имеет такую необходимость. использование такого софта, так что не сильно расстроится. Можете сейчас сами увидеть, если он сразу загрузит. Кстати, внизу, в царке оповещений и уведомлений, периодически всплывают такие горящие новинки, например, из магазина книг. Можно сразу перейти и купить, например. Вот сейчас предлагается Великий Гэтри. Также из персональных приложений стоит отметить High Quality MP3 Recorder, то есть это диктофон. Office Suite Pro, реальная версия 7-дневная. Auto Update, то есть предназначен для обновления планшета, но ничего не находит по нему почему-то. Ну и галерея. Фирменный видеоплеер, кстати, спокойно читает HD видео. Вот у нас здесь есть различные настройки. Дополнительный репит, выбор дорожек, размеры, 3D-мод. Непонятная штука, на самом деле, 3D-мод. Ну и, естественно, повторяю. Поддержатся, по-моему, даже субтитры. В общем, неплохой плеер. Не первый раз вижу я его в устройствах компании, и, наверное, даже это похвально. Остальные программы, в принципе, знакомы нам по всем Android-планшетам, смартфонам. Можно, пожалуй, еще отметить только проводник. Тут немножко иной. Показывает и подключенное по USB-у ТГ-устройство, когда вы подключаете. Спокойно все распознается. И SD-карту, и внутреннее хранилище. То есть, удобный, наглядный, простой проводничок. Как вы, наверное, уже могли заметить, устройство работает не очень шустро, что, в принципе, и неудивительно, так как его начинка явно не поразит пользователя, привыкшего к многоядерным процессорам и гигабайтам памяти. Здесь у нас всего лишь одноядерный 1RC процессор Allwinner, бокс чипа А13, 512 гигабайт партийной памяти и графический ускоритель Mali-400 MP. Самая сильная черта – это как раз графический ускоритель здесь. И, в принципе, его хватает для таких игр, как Dead Trigger, Subway Surfer, Temple Run и Angry Birds Space. По примеру, я могу показать, давайте, какую-нибудь из них. Давайте с Subway Sur. Dead Trigger, кстати, подтормаживает даже на минимальных настройках. Зрелище печальное. А вот более простые игрушки идут шустрее. Делаю покромче. Максимальная ромкость цените. Рекламный модуль. Включаем. Вот из-за того, чтобы подтормаживать, порой не сразу получается среагировать вовремя. Сейчас маленько, видимо, разогрелся. Работать пошустрее стал. Ну, вот всё равно из-за того, что экран не самый отзывчивый, случаются такие вот ошибочные нажатия. Что касается тестов в бенчмарках. Тут результат ожидаемый низкий. Другого-то уже ожидать не приходится. Ну, например, где у меня они. Это выглядит следующим образом. В антуту у нас 3013 очков. В квадранте результат самый низкий здесь. 1097. В ненамарке первом 48,3. Во втором ненамарке 29,2. Сопоставление с другими устройствами. То есть где-то на уровне первого Samsung Galaxy S работает. Немножко не то. Как показывает себя в плане неркопотребления. То есть устройство при прокручивании HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi. Работает около 3 часов всего. Вот 3 часа 12 минут это максимально что-то удалось выжать из этого устройства. Здесь не сим-карта никакая не вставлена. Здесь её и нет. Результат весьма средний. Даже сказал, что не самый лучший для аккумулятора 3200 мАч. И такого разрешения экрана. Всё-таки, вероятно, не самое здесь такое оптимизированное железо. Так что с этим советую смириться. При повседневной работе устройства навряд ли хватит на весь день. Если сильно его нагружать. Использовать видео или играть в Angry Birds полдня сидеть. С другой стороны, если вы будете его читать. С него книжки читать. Небольшой какой-нибудь серфинг в интернете. Изредка переписка. То его вполне хватит на день. Да может даже и больше. В этом плане устройство показывает себя достаточно предсказуемо. То есть, сами можете, думаю, сориентироваться по этим результатам. И прикинуть, как продержится парад при вашем сценарии использования. Что получается в итоге. В погоне с дешевизной престижу мультипад 7.0 Ultra Plus пожертвовал практически всем. Это и скорость работы, и производительность, и качество экрана. И даже, наверное, общие качества исполнения устройства. Вот именно тестового образца. Может быть, в коммерче таких чуть получше, чуть похуже. Непонятно. Прекомендовать этот планшет можно, пожалуй, только самому непритязательному пользователю. Которому очень важна цена, но не слишком важна высокая преподавательность. Нужна поддержка HD-видео, чтобы смотреть, например, сериалы какие-нибудь. Или же поддержка простеньких игр. Ну и поддержка большого количества электронных книжек. Прямо из коробки, из устройства. Это тоже большой плюс. Для коротких поездок в метро, завешанного как раз рекламы этого планшета, вполне этого устройства хватает. А на большее он и не претендует. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Читайте группу ВКонтакте и Твиттер. Все спасибо. До свидания.